Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на новую серию по Форесту. Если ты ждал её, то по традиции поставь лайк, а я по традиции посоветую тебе один канал. Это канал Севена. Здесь ты найдёшь множество весёлых видосов по самым разным играм, таким как, например, Metro Exodus, Far Cry New Dawn и многим-многим другим. В общем, тут ещё куча интересных видео по другим играм, так что советую тебе заглянуть на этот канал и подписаться. Ну а мы переходим к Форесту. Никита, Никита, Никита. Да-да-да-да-да. Мне холодно. Что это означает? Означает то, что нам нужно греться, но не у костра, потому что костёр — это донт-мобильность. Согласен с тобой. А-а-а-а. Ага. Я понял, о чём ты. Ты намекаешь на то, чтобы наконец-то сделать себе шубки? Да. Будем ходить как мудмазели такие. Накрасимся, напудримся и в сугроб. Уп. Идея... Ой, пошли. Куда пошли-то? Полетели, дурак. А, да, точно. Согласен с тобой. Вечно ты путаешь эти слова. Ходить, летать, ездить. Помнишь, нам очень-очень-очень много раз писали идейку, чтобы залезть на гору и с нее на параплане пролететь? Да, я и сам хотел. Так что мы сейчас убьем сразу двух зайцев. Да, серого и серого. Ой, белого и серого. Никтос, Никтос. Да. Я все понимаю. Я понимаю все. Но я человек азартный. И мне хочется развлечений. Сейчас. Все. Я тоже человек азартный, но не такой глупый, как ты. Поэтому не буду так делать. Это ребенок просто. Кирилл. Дай мне разбег. Я конь. Сейчас копытами пук-пук. Так-так. Да, блядь. Ты полетел. Я на птицу наступил. Уйди отсюда. Уйди, птица. Кыш. Тоткнусь об тебя. Раз. Три-пять-ноль. Осень. Эй. Эй. Меня подожди. Да я нормальный. Все, я лечу. Подожди, ты знаешь, куда нам лететь надо? Ну, в Дун. Просто в Дун. Берем немножко левее, правее, как нам хочется. И просто в гору. Ну, да. Супер мягкое приземление. О, подожди, а мы в той деревне были хоть раз? Какой? Не знаю, нет, наверное. Пойдем сходим. Пойдем. Вдруг там ресурсы. Мы же все уже потратили. У нас нету ни бензина, ни динамита, ни каких-то там ничего. Смотри, вот как раз и бензин для бензопилы. Отлично. Да, бензинчик не помешает. Особенно с нашими последними строительными планами. Огромными. Каждый день. Все, в бензине провонял уже. Опа-на. Подожди-ка. Вижу ходячую кибитку. Блин, я уже пристановился с арбалета стрелять. У меня нормально прям получается. А у меня нет. У тебя есть пистолет. Так что. Так, Сергей, я тебе хочу сообщить, кстати, очень важную новость. О, блядь, стой. Еще одного убил. Где? Вот она. Да. Ох, рябина. Давай, раздевайся, блядь. Я тебе вот что хочу сказать. Смотри, мы где находимся, и мы нашли уже двух кабанов. То есть нам даже не обязательно в зиму подниматься пока что. Давай кабанчиков здесь поищем, чтобы не замерзать. А потом уже пойдем на гору. Да. И мы, наверное, не сказали все, что мы делаем. Мы, чтобы сделать теплый костюм, собирались собрать шкуры кабанов, которые для этого нужны. Да, точно. Мы же просто пошли вперед. Глобоебы. У нас, короче, смотрите, у нас все есть. Шкурки там олениачьи, заячьи там, все, короче, это у нас уже в избытке. Самые сложные шкурки это еноты и кабаны. Поэтому мы и пришли в зиму за кабанами. Вот, блядь, такая история. Да, ну ты рассказчик. Пойдем дальше. Блядь, нет, оленчик, оленчик, оленчик. Подожди, ты последний олень. Прости. Фу. Стой, 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 стой. Тут еще один. Давай. Ебать, охота просто пошла. Да. Короче, ребят, нам нужно много шкур кабана и много шкур оленя, чтобы сделать вообще все разные сумки, которые есть. Потому что помимо теплых костюмов, мы еще нашли сумки для камней и сумки для копий. И хотим все сделать. Согласен? Возможно, ты и прав. Но у меня есть очень, очень интересная новость. Я сейчас зашел в свой инвентарь и обнаружил, что мне нужна последняя шкурка оленя, чтобы создать костюм. Так. Ответственный момент. Пам-пам. Ёп. Смотри, хочешь прикол? Хочу. Он одевается поверх брони. Да. У меня, у меня иконка изменилась брони. Она поверх брони оделась? Нет, блядь, вся броня снялась. Вот в чем прикол, лол. Да. Как так жить-то можно? Ммм, блин, я расстроен. Ну, хотя, смотри, мы когда обычно замерзаем, мы что делаем? Мы либо строим, либо еще что-нибудь делаем ночью под дождем. Поэтому нам броня особо не нужна в эти моменты. Так что я думаю, нормально. Я сейчас одену просто броню. И все. И мы будем искать дальше шкурки. Сергей. Ммм. А в зиме же нет аборигенов? Вот прям в зиме. Есть. Нет, по-моему, они никогда сюда не приходят. По-моему, ты льстишь сам себе. По-моему. Я хочу одеть костюмчик теплый и не мерзнуть. По-моему, тут есть костер. По-моему, это наш костер. Это наш костер. Хей. Хе-хе. Забавные живем. Блядь! Сука, ты здесь в прошлый раз точно так же загорелся. Так, давай заодно потестим костюм. Вот я сейчас в костюме, а ты нет. Так что скажешь, когда начнешь замерзать. Да, все, пойдем. Мы одинаково отогреты, но мерзнем по-разному. Все верно. У меня даже почему-то такое ощущение, что кабанов больше там, в зеленой области. Здесь как-то вообще... У меня ощущение, что я уже мерзну. А у меня такое ощущение, что мне вообще пофигу. Тогда нам будет лучше побыстрее забраться на гору и улететь отсюда. Кстати, будет логично, если в дождь в нем ты все равно будешь мерзнуть. Потому что он же типа сырой весь будет и холодный. Ну да. Надо будет проверить. Ого. Ага. Только там закрыт путь почему-то. Не могу забираться отсюда. А не могу. С прыжками надо. А я не могу, блядь. Что? А я могу. А, вон, могу. Прыгаем. Ребята, ой, как сложно. Стас, ой, как сложно. Прогресс очень медленно идет, но не идет совсем, блядь, ебать. Я уезжаю назад. Прыгай. Дружище, прыгай. Прыгай долго. Я не знаю, в чем твои проблемы. У меня все получается. Нет, меня откидывает. Типа у меня там барьер какой-то. О, 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 о. О, оп, опана. Оп, оп, оп. Давай, давай, давай. Не буксуй, братишка, блядь. Давай, я остался совсем не пугать. Немного дай руку, блядь, ты не смейся. Как же сложно, я сейчас умру, блядь. Ну да, блядь, наконец-то. Ай, блядь. Теперь ты, сука. Сука, может там только один может находиться? Что за говарит? Бля, может быть и правда? Сейчас, давай попробуем. Не, у тебя каждый раз получалось, давай пробуй. Все. Ебать, это так было сложно, я чуть не умер. А мы вообще, а мы что, это низко, наверное. Можно еще выше, правильно? Надо как-то еще, ну как, я пробовал? Давай попробуем еще раз, давай. А мы точно здесь забираемся? Да я не знаю, я первый раз здесь нахожусь. Аккуратненько, здесь нужно. Очень аккуратненько, блядь. Не, мы когда-то лезем не туда. Во, подожди, тут есть вот какая-то штука. Бля, я боюсь, я упаду. Я на шее падать. Вот это по выступу? Хочешь пойти? Да, но там бессмыслица какая-то впереди. Да. Сергей, как вы это сделали? Я не знаю, как это сделал. Но дальше тут явно некуда лезть. Там тупик? Да, там прям текстурный тупик. Тут типа снизу смотрится так, что типа, дай боже, дай взя же. Все-таки можно, но как бы нельзя в любом случае. Поэтому мы прыгаем отсюда. Стой, спустись ко мне, и у меня идейка есть. Можно полететь не в дом, а полететь вдоль этой горы и посмотреть, что там как. Давай так, полетим. Давай так. Давай. Вау. Так, 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 наблюдаем, наблюдаем. Вот. Вот эта ступенька. Может быть, на нее как-то можно взгромоздиться? А давай на нее сейчас приземлимся. Давай. А я не могу. Я лечу ниже. Блядь, ну меня завертело, закрутило. Но что-то получилось. Или нет? О, 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 о. Вау. Ебать. Как страшно здесь нахуй. Сколько, блядь, сколько, блядь. О. Ну смотри, что, слева такая же пологая, вонючая гора. И что, и все, что ли? Скоро мне очень хочется тоже полететь. Ты как смотришь, нахуй? Блядь, ты у меня завис. Ты мне летаешь опять. Бесконечно. Вау. Я птичка, я птичка, я вовсе не медведь. Я маленькая птичка, я маленький медведь. Что? Ебать, у нас экспедиция чисто по горам. Да, чисто, чисто, нормально. Я долетел. Я тоже. Блядь, у меня уже палец болит, пробел нажимать постоянно. Мне тоже. Мозоль, мозоль на тебя уже, мозоль. Ну чуть-чуть. Нет, я съезжаю. Блядь, как же напряжно это все. Так, если правее. Ай, сука, скользко. Сложная жизнь у нас, вольбинистов. Сложная, да. Блин, как я рад, что я сделал этот костюмчик. Я вообще не мерзну. Я ни разу не замерз за все это время. Смотри. Предупредительный, чтобы все знали, что мы здесь. По-моему, выше мы не заберемся больше. По-моему, ты льстишь сам себе. Там ущелье какое-то. Никитос, там ущелье. Какое ущелье? У меня здесь текстуры залагали даже. А у меня очко залагало. Тут, короче, невидимость иная уже, походу. Бля. Чувствуешь ее? Да. Прям вот она. Да. Прямо пум. Ну здесь уже, смотри, здесь уже даже текстуры не текстурные. То есть это уже такое все. Бэкдор. Что, запускай победную ракетку. Она как кусок говна как-то падает. Почему она не светится? Типа как там фейерверки всякие там. Ну или как просто хотя бы ракета настоящая. Спасибо. Хороший друг, я полетел от тебя, пожалуй. Пиздец, я, конечно, высоко. Я так высоко не рад. Я, блядь, очень высоко. А, я тоже. Так, пора снижаться. О, я сейчас на башню к нам залечу, точно. Пам-пам-пам-пам-пам. Замечательно. Замечательно. Ты где? Смотри, смотри, смотри. Бля, бля, атакирую, атакирую. Пизда. Пизда мне, где я? Вот он. Фу, что-то я напутешествовался. Да вообще. Что, надо теперь это? Или нет? Да, стой. Дай мне время. Я, короче, знаешь, что сделал сейчас? Я скрафтил себе мешок для камней. Теперь могу в руки брать не пять камней, а десять. Лох. Что значит, лох? Я крутой. Я камненосец. О, так у нас же здесь камин недостроенный. Именно. А я как раз камненосец. Ну, раз уж мы камень сейчас будем строить, может, тогда займемся декором нашего дома? Да. Я предлагаю, смотри, построить здесь камин, достроить. Костер зажечь его, чтобы тепло было. Вот здесь подлезь на-ка мусорку. Чистую такую, знаешь? Да? Угу. Где-нибудь там у входа повесить трофей медведя. Вылезет будет у нас стена с трофеями. Пам-пам. С вами Розван Сечев. Мне холодно. Сделай кастерок, сделай кастерок, чтобы было красиво, как в настоящем камине. Да, ты очень как бракованный попался. Один камушек, срочно. Черт был, побрал этого казино. Пам. Пам. Выглядит, кстати, классно. Он прям туда въехал, прям вот как по размерчику, знаешь? Да. Четко поживем, мы с тобой здесь долго и счастливо, блядь. В разных комнатах. Ну, да. Так, давай, давай, раз уж гостиную начали украшать, что-нибудь здесь еще сделаем, люстру повесим, блядь, что-нибудь, что там вообще есть? Где ее повесить? Где у нас центр? Вот тут, вот тут. Там, типа, камина, здесь люстра. Пам-пам. Так, смотри, я еще, знаешь, хочу диван поставить, диван. О, а диван давай, знаешь, куда? Куда? Что-то типа, знаешь, вот такого. Да, да, базаришь, только кривовато, наверное. Погоди, там есть кресло? Да, есть стул. Так, значит, смотри. Сейчас. Можешь пока набрать пару палочек, а я промембилизирую, и ты оценишь мою работу. Если что, наругаешь. Я пойду наберу парочку бревнышек, тележечку, так сказать. Чтобы, когда я пришел, все было готово. Понял. Ну, в смысле, распланировано. Так, Сергей. Я прибыл с кучей бревен. Надеюсь, ты тоже выполнил свой. Вау. Это мега уютненько, я тебе так скажу. Да? Да. Строим? Да, давай. Одобрываешь? Да. Очень много шкурок, кстати, нам надо. Лишь нам. И олени, и... Семь оленях шкур на диван надо. На стол две оленях шкуры. Ёлки, палки, вот зачем олени. Да, нам еще, конечно, придется поохотиться. Угу. О, смотри, мы в шкафчик можем ставить лекарства. Ебать! Да? Это же удобно, они же всего 5 штук умещаются. То есть, а когда ты новые находишь, ты просто, типа, можешь сюда их складировать каждый раз. Бля, это классно. Газировку можно ставить. Капец. Смотри, я чисто наставил. Газировочки. И лекарства. Можно все, все что угодно складывать на них. Вообще, и бутылки, и лекарства, и цветы. Это для всех вещей вообще. Офигенно. Надо будет еще штук 10 поставить сюда. Да. И заполонить, чисто, знаешь. Классно. Ну, знаешь, наверное, не штук 10, а здесь что-нибудь другое. Один здесь. Один вот сюда, вот в угол, чтобы оно подокорнее смотрелось. Ну, да, да, да. Я имею в виду так. Бля, охуенно. Классно, мне нравится. Так, короче, что нам в итоге осталось? Немножко палок, но это не проблема. Шкуры и кости с черепами. Это самое сложное. Угу. Угу. А что у нас еще есть? Погоди-ка. Телевизор можем сделать. Подожди, я телевизор можно на камин прибомбить вот сюда вот? Можно только на столик и на пол. На камин нельзя. Тогда на столик ставь. Не, стой! Пожди-ка. Пожалуйста. Ну, ребенок. Что, на столик ставить? Да. На столик нельзя. Ээээ, что за говно? У нас еще будет вверху комната, и там можно сделать, типа, телевизионную. И домашний кинотеатр будет там у нас. Да. Да. Ой-ой-ой. Да, второй этаж, конечно, тоже нужно будет распланировать здесь, построить. Опа-на! Смотри, кого я вижу. Ребята, которые принесли нам свои кости и черепа. Пойдем их убьем. Ну, как хорошо-то. Забавно. Где они? Куда они убежали? Алло, я вижу фонарики ваши. Ребята. Где Саша? Вон они, вон они. То чувство, когда мы за ними гоняемся, теперь они за нами. Да, базаришь. Ребята, пойдемте к нам в гости. Мы что, перестали быть интересны, что ли? Я не пойму. Да мне что-то вообще... Какая-то... Абьюз какой-то. Как с девушками, знаешь? Ага. А что как с девушками-то? Да похуй. Да похуй. Ну а на сегодня мы закончим. Если вам понравилась серия, то подпишитесь на канал, поставьте колокольчик. И обязательно, обязательно посмотрите серию на канале Устека. Если вы до сих пор не знали, мы снимаем сразу по две серии. Одна выходит у меня на канале, другая у него. Вот. И еще подпишитесь на группу ВКонтакте, чтобы не пропускать мои стримы. Ну а мы увидимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!